Места встречи Нынешняя передача подготовлена в рамках информационной кампании «Наши законные права» Российско-американским культурным центром наследия и Российским фондом поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. Я очень люблю произносить эту фразу, потому что наши эти передачи пользуются огромной популярностью у телезрителей RTVI, потому что очень многие смотрят нашу передачу, очень многие смотрят и другие каналы, и заходят на наш сайт. И самое главное, вы теперь уже все знаете, ваши права, вы туда заходите, задаете свои вопросы, получаете ответы, в частности, в нашей программе. А в нашей программе сегодня принимают участие дорогие гости очень высокого ранга, и нам очень приятно, что они к нам пришли. Это консул Генерального консульства Российской Федерации в Нью-Йорке, господин Сергей Чищихин. Здравствуйте. Здравствуйте, Марина. И вице-консул Генерального консульства Российской Федерации в Нью-Йорке, господин Егор Иванов. Здравствуйте. Здравствуйте. Господин Иванов уже у нас был, человек опытный. Господин консул у нас впервые, но я думаю, что наша дружба будет продолжаться. Разумеется. Что греха таить? Огромное количество вопросов к вам, у наших телезрителей. И в частности, я хочу, ну как это сказать, удовлетворить вопросы пожилого населения наших телезрителей, потому что я как Штирлиц люблю детей и стариков, стариков особенно. И если вы позволите, я и нашим телезрителям тоже расскажу, что, как мы с вами знаем, определенную часть российских соотечественников, проживающих в Америке, составляют люди пенсионного возраста, золотого, как мы говорим, заработавшие и получающие пенсию из России. И, как известно, для продолжения выплаты пенсии лицам, проживающим за границей, консульство, прошу обратить внимание сейчас, ранее выдавали свидетельство о нахождении в живых, так это называлось официально. Однако, правительство Российской Федерации изменило этот порядок. И вот я хочу задать вопрос нашим гостям, какой сейчас документ оформляется для продолжения выплаты пенсии? В чем его отличие от свидетельства о нахождении в живых? Повторяю, это такое официальное название. Кто будет отвечать? Если позволите, я начну. Хорошо. Прежде всего, хочу поприветствовать телезрителей, наших соотечественников, которые смотрят этот очень полезный цикл передач. И, надеюсь, что мы тоже внесем определенный вклад, разъяснив или, может быть, более подробно рассказав о роли Генерального консульства в получении, назначении и продолжении выплаты пенсии. Действительно, ранее выдавался документ, который назывался свидетельство о нахождении в живых. Однако, 9 июня правительство Российской Федерации по предложению Пенсионного фонда Российской Федерации приняло постановление и внесли некоторые дополнения, расширив тем самым возможности для пенсионеров, проживающих за рубежом. Что касается Генерального консульства, то теперь мы оформляем акт о личной явке вместо свидетельства о нахождении в живых. Ну, по правде говоря, даже звучит лучше. Ну да. И корректней. Он отличается от свидетельства о нахождении в живых рядом моментов. Первый момент – это то, что документ стал бесплатным. Теперь за него не надо платить. Бесплатно. Очень приятная новость. Да. Более приятная новость. Теперь этот документ не привязан к 31 декабря или к 1 января, к Новому году. А действует 12 месяцев со дня его оформления. То бишь, если человек оформил акт о личной явке, допустим, сегодня, 8 декабря 2014 года, то в следующий раз к нам он придет только через год, через 12 месяцев, после 8 декабря 2015 года. Вы знаете, я сделаю сейчас маленькую паузу и скажу, может быть, от лица огромного количества пожилых людей, которые получают российскую пенсию. Я не так давно говорила с гражданином бывшей Советской Республики и говорю, а чего ты не оформишь пенсию? Он говорит, а у нас в Азербайджане нет пенсии, он нам не платит, если мы уехали из страны. А Россия платит. Я считаю, что это какая-то огромная, ну, такая хорошая вещь, понимаете, вот по отношению к бывшим своим согражданам. Просто это замечательно, вот с моей точки зрения. Я разделяю вашу мысль. Конечно, здесь сам факт того, что пенсия выплачивается людям... Благородно, вот слово, благородно. Это сам по себе факт очень положительный. Я надеюсь, что эта практика, как и внутри самой России, индексация пенсий будет расти и сами пенсии по своим суммарным количествам будут возрастать. Но это уже не наш вопрос, это вопрос правительства. По крайней мере, если пенсия заработана, то ее нужно получать. Человек имеет свои права. Он работал долгие годы, он заработал эту пенсию, и он должен ее получать. Ну, просто браво. И плюс еще 10 долларов не надо платить. Да, за то, чтобы подтверждать, по сути дела, за то, что человек живой. Но это объективная реальность, потому что учет пенсионного фонда надо как-то вести. Речь касается в основном пожилых людей. И очевидно, что каждый год это правило работает не только за рубежом, но и в России. У меня еще есть огромное количество вопросов, которые я задам после прерыва, если вы позволите. Да, конечно.